Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал отвертка. Что делать, если завис телефон? Смартфоны с каждым годом становятся все сложнее и сложнее. А чем функциональный механизм, тем более вероятны сбои в нем. Что делать, если завис телефон? Этот вопрос, который задают множество пользователей, преимущественно на системе Android. С зависанием смартфона сталкивается практически каждый владелец. Но обычно это периодические лаги, которые устраняются сами собой. В некоторых случаях это же относится и к планшетам. Гаджет перестает включаться полностью или не реагирует на какие-то действия. В этом видео мы разберем причины и способы устранения этой неисправности. Итак, рассмотрим вопрос, почему телефон зависает. Если завис телефон при включении или при работе, стоит помнить, что причин неисправности может быть только две. Первая причина. Механическая. Это повреждение определенных устройств телефона на физическом уровне. Вероятно, что где-то отошел контакт или отпал контакт, или вышел из строя элемент платы. Чаще всего это происходит вследствие падения или попадания воды в устройство. При этом внешние повреждения вовсе не обязательны. В некоторых случаях экран данного устройства хорошо переживает падение, но внутренние повреждения все равно присутствуют. Вторая причина. Системная. Это сбои, которые вызваны какими-либо проблемами в системной части. В случае, если телефон даже не загружается, то Android перестает быть работоспособным полностью. Но чаще при работе возникают определенные трудности, и смартфон лагает. Вторая разновидность встречается куда чаще. Хотя и механические неисправности вполне возможны. Отмечим, что при физическом повреждении смартфон даже не включается чаще всего. Иногда лишь загорается только подсветка. Изначально предполагается, что снаружи смартфон целый, и основная причина зависания системная. Когда способы устранения на системном уровне исчерпываются, стоит уже относить телефон в мастерскую. Также стоит сказать, что причина зависания на системном уровне может быть двух типов. Недостаточные системных ресурсов. Это, скорее всего, какие-либо программы забирают всю память. И системные сбои. Это когда целостность Android под сомнением. Итак, рассмотрим следующий вопрос. Зависает экран смартфона. Недостаток оперативной памяти. Большая загрузка процессора. Современные смартфоны оснащаются двумя или тремя гигабайтами АЗУ. Реже устанавливаются по 4-6 гигабайт. Но их не всегда достаточно. А когда память исчерпывается, возникает ситуация, что телефон зависает и не реагирует. Или реагирует, но крайне медленно. Проблема в множестве программ, которые работают в фоновом режиме. Так, на смартфонах из 3 гигабайт, установленного АЗУ, доступно только 1 гигабайт, который сбивается крайне быстро. Процессор также может засадяться. И его функциональные способности будут сильно понижены. На центральный процессор сильно воздействует большинство программ. От требовательных игр до редакторов видео и фото. Даже современные процессоры не всегда способны выдерживать большие нагрузки. А после закрытия программ она все равно висит в процессах. И забивает все, так сказать, ресурсы. Некоторые приложения всегда работают в фоне, например, антивирус. При этом сильно нагружается смартфон. Чтобы освободить память телефона и вернуть его нормальную работу, следует. Первое. Удалить приложения, от которых пользы меньше, чем вреда. Следующее. Отключить уведомления от приложений, особенно бесполезные. Следующее. Деактивировать фоновую работу программ. Следующее. Установить приложения для чистки памяти. Можно активировать их в автоматическом режиме с определенной регулярностью. Следующее. Своевременно очищать кэш-программ. Лучше использовать, конечно, утилиты. И последнее. Удалить виджеты, которые все время активны на рабочем столе. При этом сами программы могут быть сбойными и чрезмерно нагружать смартфон. Увы, но оптимизация у приложений хромает из-за огромного количества моделей девайсов. Так следует удалить все сомнительные и бесполезные программы, а также не устанавливать сторонние утилиты через АПК-файлы. Итак, давайте рассмотрим следующий вопрос. Что делать, если телефон завис на заставке? Другая ниша проблем, когда телефон завис на логотипе, и более никаких реакций у него не возникает. Соответственно, проблема более глубокая, чем установка программ или нагрузка на процессор. Скорее всего, операционная система вашего смартфона вышла из строя. В таких случаях первым делом можно попробовать перезагрузить устройство. Может быть, сбой этот одноразовый. Основная загвоздка в том, что телефон на стадии включения не реагирует на стандартную перезагрузку. Придется использовать более жесткий вариант перезагрузки. Это удерживайте кнопку включения и снижение громкости. Перезагрузка бывает и по другим вариантам. На нашем канале есть такое видео с множеством вариантов перезагрузки. Если не повезло и при повторном включении лучше не стало, то придется использовать сброс настроек. То есть откат всех функций к первоначальному состоянию. Эту процедуру можно выполнить в Android меню, если удалось запустить устройство. В нашем случае придется использовать Hard Reset. Есть по этому вопросу также на нашем канале отдельное видео. Итак, кратко повторим, что надо делать. Первое. Нажмите кнопку уменьшения звука вместе с включением. И держите порядка 10 секунд, пока не будут заметны какие-либо действия со стороны смартфона. Следующее. В появившемся меню следует выбрать Vibe Data Factory Reset. Навигация выполняйте при помощи регулятора громкости, а кнопка питания подтверждает выбор. Следующее. После подтверждения во всплывающем окне произойдет перезапуск. При этом с устройства будут удалены все данные. А сама процедура требует времени. Переживать не строят. Ждите. Также существует и другой способ. Это перепрошивка смартфона. Он чуть более функциональный. Итак, переустановка операционной системы. Или перепрошивка смартфона. Когда телефон завис и не включается, можно использовать альтернативный подход. Здесь также будут утеряны все данные. Но его преимущество в том, что можно установить новую версию Android. Итак, чтобы выполнить перепрошивку, необходимо загрузить zip-архив с прошивкой и положить его в память телефона или в корневой каталог SD-карты. Следующее. Перейти в меню восстановления, как в прошлых случаях. Выбрать Vibe Data Factory Reset. Подтвердить процедуру, а затем вернуться на один шаг назад. Выбрать Install Zip. Следующее. Выберите Show Zip from SD-карт и укажите путь к файлу. А затем согласитесь с предложением. То есть с продолжением процесса. Следующее. Затем надо нажать в меню Reboot System Now. И после перезагрузки будет новая система. Итак, если все процедуры выполнялись правильно и в конечном счете уже никакие действия не помогают, придется отнести ваш девайс в мастерскую. Видимо, проблема уже механического характера. Это канал Отвертка. Я думаю, данная информация будет полезна всем пользователям смартфонов и планшетов. Так что подписывайтесь на канал Отвертка. С нами будет всегда интересно. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка.